Выбор цветового решения. Рекомендуем отдавать предпочтение светлой гамме, но воздерживаться от белого. Он быстро и легко загрязняется, потому не подходит для комнаты подобного назначения. Предпочитайте нейтральные оттенки, включая кремовый и бежевый. Подберите сочетание нескольких красок на стене для длинной территории. Подойдет контраст, но предпочтительнее выбрать немного светлые и темные тона из одной палитры. Для горизонтального разделения стен попробуйте внедрить молдинги. Более светлым тоном оформляется верхняя часть. Подбирайте молдинги с шириной около 8-10 сантиметров. Двери и плинтус выполняйте в единой гамме. Мебель тоже может иметь схожий цвет. Это позволит пространству стать цельным и завершенным. Выбор дизайна мебели. В дизайне длинного коридора грамотно подбирайте мебельные предметы. Следует учесть их максимальную функциональность. На выбор должны влиять планировка и территория прихожей. Если метров достаточно, следует установить встроенный шкаф. Его преимущество станут зеркальные двери. Это зрительно улучшит восприятие комнаты. Чтобы вам было удобно размещать мелкие аксессуары, приобретите подвесные органайзеры. Чтобы визуально добиться простора, избавьтесь от межкомнатных дверей и замените их аркой. Для увеличения ширины на одну стену повесьте зеркало, а на противоположной стороне разместите светильник. Если коридор очень узкий, следите к минимуму на стенные аксессуары, чтобы не создать препятствий для комфортного передвижения. Подходящие материалы для отделки стен. Рекомендуем подбирать материалы, которые переносят воздействие влажной среды и температурные перепады. Простота в уходе должна стать одним из ключевых критериев подбора. Откажитесь от гипсокартона и специальных панелей. Подобный вариант заберет пространство, которого и так мало. Подойдет венецианская штукатурка. Помимо облицовки, важно грамотно выбрать узор. Смотрите наше портфолио по ссылке в описании под этим видео. Освещение узкого и длинного коридора. Используйте яркий свет для оптического увеличения пространства. Не стоит применять люминесцентные лампы для дневного освещения. Они нарушают цветопередачу интерьера и способствуют преобразованию оттенков. Рекомендуем устанавливать LED-светильники. Они обладают наиболее приближенным к дневному светом. Исключите использование подвесных люстр. Внедрите принцип комбинированного освещения. Он добавит территории простора. Примените точечный свет в соединении с настенными светильниками. Последние должны быть компактными, чтобы не красть ширину у пространства. Организуйте подсветку зеркала, полочек, чтобы оптически раздвинуть стены. Пол в узком коридоре. Сначала определитесь с облицовкой. Из-за высокой проходимости выбирайте износостойкий, прочный и практичный материал. Подойдет линолеум, плитка, паркет, ламинат, кварцвинил. Указанное покрытие отличается хорошим качеством, долгим сроком службы и простотой в уходе. Ламели нужно укладывать перпендикулярно стенам, что позволит их расширить. Диагональная кладка также способствует визуальному увеличению территории. Рекомендуется придерживаться полезных советов при оформлении. Выбирая плитку в качестве покрытия, продолжите ее кладку и в кухне и в санузле. При облицовке паркетом или доской нужно сохранять стиль кладки и в остальной части квартиры. Исключение использования плитки с глянцевым покрытием для расширения границы на подходит. Но зайдя на такой пол, после дождя вам будет невозможно передвигаться из-за скольжения. Прихожие гарнитуры для узких коридоров. Располагайте мебель вдоль одной стены в условиях тесноты. Приобретайте встроенную модель с дверьми типа купе. Это позволит не занимать лишнее место при открытии шкафов. Выбранная модель должна быть функциональной и практичной. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и живите красиво! Субтитры сделал DimaTorzok